Ну, а если не верите мне, то давайте мы с вами доверимся нашему следующему гостю, эксперту международному и политологу Константину Эггерту. Константин, здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Константин, скажите, пожалуйста, как можно оценивать сегодняшнюю встречу Эрдогана и Путина с учетом того, что планировалось вроде как обсуждение зерновой сделки, а точнее возобновление участия России в этой зерновой сделке, а по результатам как будто бы ничего? Ну, я думаю, что оценивать так и надо, ничего не случилось. Эрдоган не обладает, так сказать, таким безоговорочной возможностью убедить Путина с одного раза. Путин совершенно очевидно хочет продемонстрировать, что в этот раз ему нужны настоящие уступки. Он особенно хочет продемонстрировать жесткость после этого скандального лета с Пригожинским мятежом, всеми этими разговорами о его слабости и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что в этот раз, наверное, Россия вернется в сделку, но это потребует времени. И мы знаем, какие условия. Путин хочет, по крайней мере, по его словам, чтобы были разблокированы возможности России продавать, ну, например, удобрения на мировом рынке. Сами по себе они не находятся под санкциями, но под санкциями находят целый ряд, так сказать, банков, которые обслуживают подобного рода сделки. И вот что Путин хочет, это Путин хочет того, чтобы чуть-чуть снизили санкции, чуть-чуть их ослабили в обмен на согласие, грубо говоря, не уничтожать мировой зерновой рынок. Зачем Путину это надо? Ему надо сделать вот ту пресловутую, как это называется, дырочку в плотине, которую потом пытаться расширять, чтобы плотину, в конечном счете, прорвало плотину санкций. А если не прорвет, то он покажет, что вот он может все-таки добиться чего-то, скрутить, так сказать, нажать на Запад и заставить их пойти на какие-то уступки. Для него это очень важно. И поэтому я думаю, что какое-то время мы еще будем наблюдать вот это, так сказать, перетягивание каната. Кроме того, конечно же, очень символично сегодня было, когда утром всего-навсего за несколько часов до прибытия Эрдогана российская армия нанесла удары по как раз объектам, по элеваторам, по объектам хранения зерна в Украине. Это очень четкий сигнал. Делайте, как я хочу, или не будет вообще ничего. Думаю, что в какой-то момент ему придется пойти на какой-то компромисс, но до этого он надеется, что удастся хотя бы там какой-нибудь один маленький элемент санкций поколебать. Как вы думаете, какие у Украины остаются, собственно, варианты, если Россия пока никак не возвращается к участию в зерновой сделке? Кроме того, казалось, что у Эрдогана все-таки есть какие-то рычаги воздействия, но, судя по всему, пока действительно Путин действует именно так, как вы сказали. Что остается у Украины? У Эрдогана нет рычагов воздействия. У Эрдогана есть авторитет определенный и позиция человека, который Путину обеспечивает выход на, ну там, не знаю, за не имеем лучшего слова, на мировые линии. Потому что с ним мало кто сегодня хочет говорить. Ну, всякие там лулы, ромофозы, но это все-таки не совсем то, чтобы ходить на там лидеров Европейского Союза, Соединенных Штатов и так далее. Поэтому именно в этом заключается там рычаг влияния, назовите как хотите, Эрдоган. Путину важно это сохранить. По крайней мере, важно было до сегодняшнего дня. Поэтому, я думаю, рано или поздно он на что-то пойдет. Но очевидно, что он хочет сегодня продемонстрировать способность, ну, скажем так, нагнуть Запад, да, по-простому говоря. Что вы спросили про Украину? Вы спросили, что может делать с Украиной в этой ситуации. Мы посмотрим. Но на самом деле, я бы так сказал. Если Путин будет слишком долго играть в эти игры с препятствованием возобновлению зерновой сделки, то не исключено, что Соединенные Штаты, их союзы, возьмут на себя обязанность или возьмут на себя долг контролировать и, прошу прощения, сопровождать, конвоировать корабли с украинским зерном, суда с украинским зерном. То есть, если вы хотите прервать движение того или иного судна с зерном, вы будете иметь дело с кораблями 6-го флота Соединенных Штатов. Это, конечно, обострение. Байден очень впечатлил на это обострение, но в какой-то момент такого варианта я не исключаю. Тут, правда, важно, чтобы Эрдоган пропустил эти самые эсминцы в Черное море, потому что известно, что турки сейчас очень сильно ограничивали движение военных кораблей. Есть параливы, как российских, так и союзников по НАТО. Но, тем не менее, если Путин будет упорствовать, я думаю, такой вариант не исключен. Хочу с вами еще обсудить новости, которые пришли к нам из Германии. Мы уже обсудили их, скажем так, военный аспект с нашим первым гостем, военным экспертом. А с вами хочу обсудить такой аспект политический. Ну, собственно, в Бундестаге заявили, что канцлер Германии Лоф Шольц единственный в правящей коалиции, кто блокирует поставку дальнобойных ракет Таурус Украине. Хочется, опять же, понять, что это означает, есть ли какая-то угроза для самого Шольца и чем вызвана такая его реакция? Вы знаете, все-таки надо немножко пока понять, так это или нет. И если это так, то по каким причинам это делает Шольц? Пока что, в общем-то, можно сказать, что Германия всегда ставила... Германия поставляла оружие Украине, но всегда с опозданием. Может быть, так будет и в этот раз. Но Шольц не может не обращать внимания на растущую популярность изоляционистов из альтернативы для Германии. Вы видите, они, так сказать, у них сейчас от победы к победе не идут на местных выборах. Есть также опросы общественного мнения, которые показывают, что для немцев сегодня война в Украине больше не является приоритетной темой, значительно выше в списке, так сказать, приоритетов стоит состояние экономики и все проблемы, связанные с миграцией, с мигрантами. Думаю, что Шольц вынужден на это реагировать. И более того, я боюсь, что какой-то элемент продвижения к так называемому «миру», в кавычках, фейковому миру, сейчас может... вот что-то такое может начаться. Вы видели, как буквально с залпами в последнее время идут статьи, интервью разного рода, так сказать, Путин-Ферштейеров, типа СМЛ и Чарапа, типа представителей правительства Орбана в Венгрии, о том, вот как бы хорошо сейчас начать мирный переговор. Как бы хорошо сейчас договориться о каком-то компромиссе. У некоторых, в том числе у меня, возникает ощущение, что это некий, ну, как сказать, некая попытка, может быть, какая-то попытка Кремля подтолкнуть к этому разговору, потому что, на самом деле, дела у Путина на войне идут не так уж и замечательно. И очевидно, что есть определенная напряженность, есть нагрузка чрезмерная на военно-промышленный комплекс, перемещение комплексов С-300, С-Курил, например, это одно из немногих вот таких, один из серий признаков того, что ВПК российский испытывает напряжение, так сказать, снабжение армии, поэтому, я думаю, сейчас такого рода разговоры возобновились, а для социал-демократов Шольца вот эта идея мира, переговоров, она всегда была важна. А сейчас она может оказаться очень, так сказать, удобной сиюминутно-политически внутри Германии. Поэтому, если это так, то не исключаю, что Шольц задерживает эти поставки именно по этим причинам. Но, повторюсь, хочется иметь более такие четкие доказательства. Еще вопрос, позвольте, я вам на дорожку задам. Наблюдали ли вы, возможно, какую-то реакцию мировую по снижению в будущем поставок оружия Украине? Ну, то есть, мы так или иначе следим за тем, как готовятся к выборам в США, и там есть разные мнения, и различные кандидаты, они работают на свою аудиторию, тоже высказывают разные совершенно лозунги. Наблюдали ли вы, анализируя в целом ситуацию в мире, как западный мир реагирует на то, что война может быть длительной, и на то, что оружие Украине нужно будет поставлять еще длительное время? Ну, смотрите, это зависит в каждой стране по-своему. Зависит от внутриполитической ситуации, зависит от финансовой ситуации. Разумеется, такой риск все время есть. Пока я не вижу ситуации, при которой массово начался бы отказ от поставок оружия Украине. Пока я этого не вижу. Но угроза такая и существует. Этот год будет очень напряженным, потому что Путин будет затягивать войну в надежде, что в Америке придет к власти изоляционистская администрация. В этом плане большие, так сказать, расчеты у него на Трампа, как я понимаю. И тогда вообще он окажется чуть ли не победителем, то, что Украине просто обрежут помощь. Я не очень уверен, что так будет, даже если Трампа изберут. Потому что существует еще Конгресс, американская политика не такая простая, но пока что, я так понимаю, Путин хочет затягивать войну. А чем дольше эта война затягивается, тем чаще будут звучать голоса. Надо что-то делать, нужен мир, мы больше не можем платить. Это естественная ситуация. Тут вопрос, конечно, и ресурсов, и политической воли, в том числе в странах Евросоюза, но и не только. Привет, спасибо, что досмотрели ролик до этого места. И если вы хотите нам помочь не только просмотром, то становитесь нашим финансовым помощником. Для этого можете оформить спонсорство, нажать кнопку «Спасибо», и тогда мы будем безмерно благодарны вам, всем каналам «Популярная политика». Внесите вклад в борьбу с Путиным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!